Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. 14 сентября у нас сегодня. Смотрим состояние технических и универсальных сортов на нашем участке. И будет кратенький их обзор. Напомню, виноградник наш находится в Минской области, Биржинский район. И прежде чем мы пойдем смотреть виноградник, я бы хотела озвучить пару важных моментов. Этот год у нас богат на всякие экстремальные условия. Весны у нас не было. Потом у нас был град, потом у нас была экстремальная жара и сушь. Потом у нас были проливные дожди. Когда выпало, я не скажу, сколько месячных норм осадков. Я скажу, что судя по лужам в лесу, я за последние по крайней мере 10 лет столько воды здесь не помню. Поэтому такие явления, как треск, как задержка в созревании, для этого года это нормально. Но тем не менее мы смотрим именно то, что происходит сейчас. И там, где это возможно, там, где я буду помнить, я буду делать небольшие сравнения с предыдущими сезонами. Симоне уже давно должно было быть готов, но пока что сахар 17 сильно был размыт проливными дождями. Маленькая забытая гроздочка реформа, но реформа была снята где-то недели-полторы назад. Практически сразу после дождей с общим сахаром 17. Но это была моя цель, получить именно такой уровень сахара. Зигиреба. В этом году сильно пострадала от дождей. Дело в том, что у зигиреба очень плотная гроздь. Поэтому после дождей несколько потрещала. Пришлось все это вырезать, чтобы не пошла гнить. Поэтому гроздочки такие порохлее стали. И невероятный выезд оса. Более того, я сняла мешочек, они, оказывается, в мешочек залезли. Не знаю уже, каким образом, но залезли и взяли, поели ягоду. Сахар 18-19. Очень размылся сахар дождями. Но смотрите, косточки. Косточки коричневые, поэтому, наверное, буду снимать его. Даже пупсиковый коричневый. Буду снимать его с таким сахаром. Уже дальше вялится ягодка. К тому же, меняется погода. И не факт, что он сахар-то дотянет. Но ввиду того, что фенольная зрелость, в принципе, есть. Я думаю, что на какой-нибудь 15 вполне он будет хорош. Конечно, в идеале ему было бы довисеть до 22. Но я боюсь, что он просто не довисит. Там пакетики. И там я вижу тоже осу. Я не знаю, как они туда позалазили. Но, к сожалению, вот так. Я двигаю гайлю носа. В большинстве своем в мешочках. Уже где-то я совсем поленилась сидеть. Бьет оса очень сильно ее. Аромат возле куста стоит нереальный. Здесь, можно сказать, дышать невозможно. Но сахара маловато. И сахара пока 16. Немножко она опаздывает. В прошлых сезонах в это время мы ее уже снимали. Ханка прячу от птиц. Потому что они ее просто вне съедают. Это для нее первое нормальное плодоношение. Но вот с прошлыми сезонами сложно сравнить. Потому что там была сигналка. Косточки уже такие вот коричневатые. Но сахар пока набирает слабовато. Сахара всего лишь 16. Либо он вообще пока не набрался. Либо он размылся дождями. Сложно сказать. Но вот пока что сахара маловато. Галант вызревает лоза. Вот стоило только снять урожай. И пошла хорошо вызревать лоза. Галант снят неделю назад. С общим сахаром. Сусле 20. Вот у Галанта сахар не размывался вообще. А наоборот. После дождя он буквально за пару дней его добрал. И я хотела ставить одну гроздочку. Посмотреть вообще сколько максимально он сахара наберет. Но видите, что стало с той гроздочкой. Съели птицы. А так смотрите. Куст готовится к осени. Желтеет лист. Ну вот да. Там побеги зеленоватые. Хотя видно, что процесс пошел. Но здесь крайний уже вообще хорошо вызревает. Свенсен Ред с темным окрасом в этом году. Но ягода еще не готова. Сахара маловато. Сахара всего лишь 16. Грозди разные. Есть грозди вот такие рыхлые. Но он сильно пострадал от града. Я много ягод вырезала. И вот даже покажу вам на этой гроздочке. Вот ягодка. Вот зернышко торчит. Это градобой на самом деле. Это не айтюм. Ну хотя вот на той плоскости есть гроздочки поплотнее. Мускат Блау. Первое сигнальное плодоношение. Вот это скромные гроздочки оставила. На самом деле потом в обзорах буду показывать. Вот там есть нормальные грозди. Тоже прячу от птиц. Птицы тут лютуют. Лоза зреет вообще замечательно. И кое-где почти до верха дозрела. Но ягода еще не готова. 16-17 сахара. И в отличие от своего сыночка Галанта. Как-то пока что плоховато сахар набирает. Паланга тоже в этом году отстает. Да, прекрасно зреет лоза. Но ягода в этом году отстает. Сахар пока маленький. 16. Также отстает Варду. Вот ее тут птицы атакуют. Не так давно ягода начала желтеть. Хотя пару лет назад мы с дочкой ели Вардову. И это еще был август. Она еще не уехала в город учиться. А сейчас вот почти середина сентября. Ягода еще не совсем готова. Хотя что интересно. Ну понятно, что это здесь на солнышке. Еще неделю назад вот эта гроздь была зеленая. Но очень быстро окрасилась. И смотрите, померила сахар. Сахар 19. И косточка. А косточка коричневая. То есть как-то он моментом созрел просто на глазах. Ну понятно, что еще не все грозди. Это на самом солнышке. Там больше в теньке есть. Потом чуть-чуть подождем. Салэ пока тоже отстает. Сахар 17. Если в Вардову по вкусу вкусно, то салэ кисловат. Супага в этом году скромновато. Хотя гроздочки окрасились уже в желтое. Но сахара мало. Сахара 17. Так-то по вкусу она неплохая. Косточка коричневая. Но вот с сахаром беда. Впрочем, как и у многих других сортов. Ну и гроздочки тоже такие скромные. Но это и кустик у нас молодой. Лепсна до конца не раскрываю. По вкусу вкусная. По вкусу ее и недели две назад можно есть. Это вообще характерная особенность. Лепсна ее можно есть. Вот она начинает набирать окрас. Она уже вкусная. Для вина еще рановатая. Немножко зеленоватая косточка. И низковатый сахар. Сахар 17. И как мне кажется, по вкусу в ягоде пока особо нет танинов. Она иногда набирает их такую терпкость. Именно с созреванием. Зато фруктовый аромат сейчас яркий и очень приятный. Туран. Правда, я буду называть его Туран Клон. Дело в том, что у меня есть вопросы к его сортовой принадлежности. И я объясню почему. Что меня смущает? Во-первых, лист. У Турана больше вот такая форма листа. По крайней мере, по фотографии. А у этого, видите, много вот таких вот листиков. Именно резных. И вот здесь прям такое сердечко-сердечко. А с другой стороны, вот на одном и том же кусте, два разных типа листьев. Что еще смущает? Тот Туран, который я пробовала на выставке, там были явные терпкие ноты, тонинные. И еще самое-самое главное, ведущий признак Турана, это темноокрашенный сок. Здесь сок светлый. К сожалению. Но поскольку я его брала как Туран, то я его буду называть Туран, но Туран-клон. Значит, что у него? Сахар 21. И уже ягода начала изюмиться. Косточка темная. То есть все, он готов. И в принципе его уже даже немножко раньше надо было снять. Но ничего, снимем сейчас. Голоза тоже неплохо вызревает. Это у него первый год плодоношения. Покупала я его как двухлетку. Вот он у меня сидел прошлый сезон. Ну и в этом уже вот выдал урожай. Да, забыла сказать, уже спрятала гроздочку. Вкус такой очень богатый. И толстая шкурка, если разжевываешь, вишневые ноты явные такие. Ну, по крайней мере, мне так кажется. В любом случае, у него приятный, богатый вкус. Я думаю, что и меня он будет замечательно раскрываться. Ландо Нуар. Лозу видите. Лоза на метр, на полтора уже вызрела. Сахар 21.5. Косточка темная-притемная. Все, можно и нужно снимать. Макузани. Он же Аберлин Нуар. Сорт, который меня не перестает удивлять. Вот это, ну, здесь, правда, два кустика. Им второй год всего лишь. Они уже показывают урожай. Садила я их в прошлом году. Очень слабенькими. Там буквально пару листиков было. Тем не менее, выросли, вызрели. Состояние лозы. Видим, вот это прошлогодняя древесина. Ну, вот побеги этого года. Итак, лидер по сахару. 25 брикс. Ну, косточка вся зреленькая. Целиком. И косточка. И хвостик. И 25 брикс. В отличие от Лондо Нуар, его не ест оса. Что является очень большим преимуществом. И хотя говорят, что у него большая кислотность. Ну, вот сейчас за счет такого высокого сахара, ягода очень вкусная. Да, чувствуется кислинка, но она такая приятная. И по вкусу ягода, знаете, если взять такой классный синий изюм. Не коричневый, а именно синий есть такой изюм. И он такой оставляет приятный шлейф во рту. Вот мукузани, вот этот, дает то же самое. Зилга, наконец-таки, начинает добирать свой сахар. 18-19. Очень сильно он размылся дождями. Ну, и как-то Зилга в этом году реально запаздывает. Конец августа, начало сентября. Я ее всегда снимала. До 10 сентября так точно. С хорошим сахаром. Но в этом году у нее сильная задержка, конечно. Конкретно вот этот куст здесь больше 80 побегов. Никаких нормировок, ничего. Но дело в том, что и второй куст с меньшей нагрузкой ведет себя так же. То есть, ну, для нее это особенность этого года. Русский ранний в этом году и слабее, и позднее. Но кроме всех неприятностей этого года, он еще по весне были почки поедены мышками. Поэтому большинство урожая идет из замещающих почек. Соответственно, и из задержка. В 2 недели обычно конец августа он уже готов с сахаром 20. Ну, а сейчас сахар 20 вот на 14 сентября. Видео с подробными характеристиками по каждому сорту выйдут несколько позже. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!